Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами проводим депутатский чат, на который приглашены депутаты городского района Совета Депутатов. Также в работе участвует инициативная группа представителей Федерации общественности по вопросу, связанному с парком Романов. Депутатский чат, посвященный данному мероприятию, объявляю открытым. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, помощая моя. Переходим непосредственно к самому действию нашему депутатскому чату. Слово предоставляется главе администрации муниципального вызывания Министерства района Дешилий Викторович. Александр Владимирович сказал, что у меня подробный доклад, какой-то подробного доклада не будет. Потому что, во-первых, наверное, сразу хочу сказать, что не мы инициаторы этого собрания сегодняшнего. На наш взгляд ситуация абсолютно вся сбалансирована была. Мы вообще были немножко шокированы, как раз новогодний праздник и все остальное. Я немножко объясню ситуацию. Тем, что пошли возмущения общественности спортивной, пошли еще какие-то возмущения в адрес администрации, что в Романовке каким-то образом у нас будет нанесен урон, повреждение лыжни. Вообще, мы не понимаем разновления вот этой демагогии, дискуссии вокруг этого, чего мы просто сделать не можем никак. Вы знаете лично, многие из вас, что инициаторы и администрация города изыскали финансирование, построили освещенную трассу в Романовке. В Романовке находится, многие из вас догадываются, под личным моим наблюдением, потому что там идут какие-то перемены, которые идут в силу тех финансовых возможностей, которые мы можем туда направить. Вы, спортивная общественность, знают, что я предоставляю все усилия, извините, я вообще не люблю, но просто сегодня такой день, надо сказать, чтобы начать строить административное здание для наших футболистов, чтобы мы, я туда привозил уже два раза Киржакова, в пятницу Александр Киржаков приезжает к нам опять, мы будем с ним посещать Романовку и еще ряд социальных объектов в городе Кенгисепис. Из-за какого-то, может быть, неправильного движения, кто-то не так сказал, кто-то не так нарисовал, что-то перешло. Вот сегодняшнее наше общение, ну приятно общаться, встречаться всегда хорошо, есть, наверное, о чем поговорить. Но я хочу вас заверить, что в парке Романовка нет никаких, даже исключительных моментов, какого-то волнения общественности, Кенгисепис, спортсменов. Было сделано очень много разных предложений, чтобы многие, к сожалению, не были реализованы в силу разных объективных и субъективных причин. Вот, мы с архитектурой подняли все эти старые проекты, посмотрели и ужаснулись, что, конечно, жалко, что очень много было упущено нашими предшественниками, что этот проект не реализованы в том виде, как его нарисовали в советское время. У сцены, если у вас плохие погодные условия, то Кенгисепис не проводит ничего. Поэтому у нас было принято решение попробовать найти идею реализации парка Романовка в части того, чтобы, естественно, привлечь инвесторов. Лед, где летом будет сцена и так далее, то есть максимально сделать универсальности. Многие вопросы, которые в новом аспекте рассматривались, были какие-то фантазии, может быть, о том, чтобы какие-то концерты проводить на территории парка Романовка и многое-многое другое. Вот, соответственно, сегодня, вот мне с вами спорить нечем. Мне это значит и администрация, которая возглавляет. Мы хотели бы, чтобы там появилось хорошее кафе с террасами или ресторан, чтобы именно этот инвестор взял на себя обременение. И вы знаете, у администрации это получается по строительству сцены, по строительству территории. А там нужно строить очень капитально, нужно делать дренаж, нужно делать основание капитальное, чтобы эта сцена простояла уже и весь подиум десятилетиями, а может быть, даже и больше. Чтобы вам понятно было, насколько глобальный был проект, мы попытались его немножечко покрасить, чтобы его более читабельный. Потому что черно-белый вариант, очень трудно его понимать. Но я могу рассказать, что подразумевал этот проект. А проект подразумевал абсолютный снос всей улицы Комсомоловки и строительство таких капитальных глобальных сооружений вдоль улицы Нарское шоссе и улицы Комсомоловки. А объекты эти предназначались, вот если почитать экспликацию этих времен, то это должны были быть бары, рестораны, гостиницы и так далее. Проект не столь уж и давний, 91-го года. Но началась перестройка, вы все знаете, и он успешно канул в лето, потому что законы сегодняшние абсолютно на стороне частников. Поэтому сегодня вся улица Комсомоловка, весь частный сектор, землю выкупили, и она у них в собственности. И я думаю, мы сейчас уже эту историю... Но если только когда-то наступят золотые времена, и мы сможем выкупить эти участки, снести и построить здесь вот такую вот роскошную зону отдыха с санаториями, с гостиницами, с дворами и ресторанами. На сегодняшний день это частный сектор, там тоже вся земля в частной собственности, и поэтому нереально. Здесь предполагалась зона увеселительная, это всяческие там аттракционы, катальные горы и так далее. Вчера буквально вечером мы получили отснятые трассы, нанимали геодезистов, и вот при наложении на данную ситуацию, на этот проект, мы видим, что практически эти трассы не затрагивают объектов, вернее объекты не затрагивают трассы. Мы предполагаем, что в конечном итоге вот эта вот зона центральная, она останется для пешеходов и для, так сказать, конечников, а лыжники у нас уйдут там на перенесу парка. Вот эта вот зона предполагалась для веточного парка. Также вот наше предложение было сделать вот эту центральную зону, напротив памятника Бестриму, может быть, еще сделать картовой скульптуры, как во многих городах. У нас идет корректировка вот этой зоны, там у нас сменился подрядчик, и они сейчас нам, мы ждем от них тоже, вот эту историю, чтобы досковально навести ее. Ну, то есть некоторые задержки произошли вот еще по этим причинам. У нас четко сделал проект по всем нормативам. Мальчики, девочки, души, туалеты, реконструкция. Муниципалитет просто, ну, муниципалитет это депутаты, это администрация, которая реально, ну, направляет те финансовые возможности, куда вот что необходимо. У нас просто до Романовки, без привлечения инвесторов, еще, я сразу здесь сейчас схожу, лет 10 мы еще это не сделали. Жалко. Вот поэтому, поэтому нужно сделать проект межевания территории и посмотреть, что остается у муниципалитета, куда мы пригласим инвесторов, которые вложат деньги с обременением, все участки будут же, ну, вот ресторан, значит, обременение, сцена. Вот это, значит, обременение, вот это будет. Ропрос такой будет. Мы первичный проект в Нью-Йорке видели, знакомились, который вызвал вот это взрыв народного возмущения. Сегодня вы говорите о корректировке. При этом единственным фактом корректировки мы назвали перенос лыжных теннистых кортов. Это действительно так, либо какие-то еще изменения будут существенные, которые будут влиять на это существование лыжной трассы и им пользование. Или у кого вы теннистых кортов, почему не отец не собираетесь? Хотя лыжные трассы возникали абсолютно стихийно, ни с кем они, в общем-то, не согласовывались, ничего. Поэтому мы сегодня принимаем это как данность, если посмотреть на снимок из космоса, нормативом это поле, и огораживать его там, какими-то ограждениями, то лыжную трассу все равно придется там обходить. Либо мы будем демонтировать зимой эти ограждения, чтобы лыжная трасса шла так, как ей хочется. Эта зона отдыха, люди, которые просто хотят прийти, подышать воздухом, послушать птиц, природа, все. Если, опять же, вы говорите, проекта нет, он будет еще совершенствоваться. Но, насколько понимаю, кроме заявленного ресторана, там еще предполагается летнее кафе и торговые ряды. Эти павильонов, которые в праздники размещаются, вокруг сцены. Мы же об этом все мечтали. Мы обозначаем вот эту вот зону, где можно расположить эти объекты. А, то есть это зона, где не будет никаких капитальных строений. Ну, это вот какие-то, может быть, там, сувенирные, еще что-то. Вот в этот раз вы видели, нагародили там палатки с шашлыками, со всеми делами. Вот, они получаются стихийно, а здесь для них определяется зона. Вообще, если дальше идти, будет задаваться стиль же, да, эти территории. Мы сегодня о стиле же не говорим, мы говорим о проекте планировки. Давайте понимать, да, когда будет задаваться стиль, мы думали, что, может быть, все-таки дать стиль какой-то, или смешанный, или а-ля там русское подворье, чтобы вот эти палатки не привозили из брезента, которые ветром стесут или что-то такое, да, чтобы это были тонкие деревянные такие срубики стоят. И муниципалитет запускает туда бизнесменов, которые приезжают отдавать на выходные дни, когда-то такс на коньках, когда идут праздники. Но никакой ежедневной торговли, вот полуполноценной там, просто не будет, там не будет такого спроса. Там, может быть, будет постоянно работать один киоск, там, с кофе, в воду, а если будет ресторанчик или кафе, тогда киосков не надо будет. Маски, гуляния, праздники, все. И действительно, когда прошли дожди, там очень проблематично проводить, ходить по парку, по этому полю, где перед концертной площадкой. Предусматривается ли засфальтировать эту площадку, чтобы, во-первых, людям было удобно. Там зимой можно делать готов. Это так и будет. Там нужно делать полную перенажную систему. Это я слышал, но... И про покрытие. Нет, больше не про покрытие. И ледово, и ледово, и ледово площадка, ну, как это, коробка или что там будет стоять. Летом там будет какое-то, может быть, жесткое, может быть, какое-то универсальное покрытие, которое летом будет использоваться для городских мероприятий. Тех же, может быть, верхних концертов. У нас там будет хранилища со скамейками, чтобы их не возили, всегда свозить какие-то мероприятия. Вынесли, расставили, пожилое население присело, оттенки присели, смотрят на сцену взрослые, где-то в кафе, может быть, или, ну, ну, что-то такое интересное. Послушайте меня. Поймите, вот там будет проект проживания. Будет выделено застройку какие-то участки земли. Виктор Иванович сказал, что будет обременение, что застройщик этой вот этой площадки, он должен в виде обременения будет построить, например, сцену, или еще какое-то... Какое покрытие, которое... Да, да. Все правильно. Вопросы, что людей волнует прежде всего. То, что это выделенная земля, последствия. Нам, как вы говорите, а потом это может отчастно на особняку. Нет, это может только быть или кафе, или ресторан, или, например, вот эти вот площадки, которые будут доступны для времени. Стругой. Хорошо. Скажите, а что за стройка началась у Голоборовского и Октябрьский был? На что? Александр Игорев сказал. Это Шахин строит медицинские цены. Он решил посетить всем лицам. В результате, когда было построено цены, там сначала цветами торговали, бизнес, и пошел, сейчас пенсионный фонд. Вы поймите одно, что и администрации, и депутаты, они же все заинтересованы в том, что парк Романа, знаете, правильно? И я повторюсь, может быть, я уже говорил, что, значит, ну, если бы они, Виктор Игоревич, и освещенные трассы были, ну, чего что-то говорили? И как человек, который создал с этого ребенка эту трассу, которой пользуются сегодня все деньги сельскохи с благодарностью, я вот тоже на них прокатился. Желательно, чтобы капитальные какие-то сооружения выделили земли под это дело, чтобы они занимались. Они не мальдом. Мы ни в коем случае не запустим на территорию инвестора, который предварительно не сделает эскизный проект, не покажет бизнес-класс, не покажет источник финансирования. Мы что, просто возьмем землю, вот так кому-то отдадим? Вот вы говорите про такой сценарий, что администрация, вот такие, вот я перевожу, и отдадут землю кому-то, кто там построит фундамент, зарегистрирует, и что он с ним будет делать? Ни в коем случае. Это будет серьезно продуманный инвестор. Только серьезно продуманный инвестор. У нас есть в городе случай, когда есть недостроенные объекты, но это бизнес, это форс-мажор, это какие-то обстоятельства, которые администрация не отслеживает, уже не смотрит, какое есть финансирование у господина Волкова, который строит гостиницу, которая, к сожалению, заморожена. Будут шаговые доступности в центре города, что они будут в хороших условиях обслуживаться. Мы сами там все будем, сидящие. Кто-то уже там. Поэтому давайте об этом не будем забывать. Я вот это официально заявляю, я раз, что так произошло, что там нет медицинского центра. Вот того же самого теперь пенсионного фонда. У нас в 2014 году прокуратура Кемесепа оштрафовала администрацию города как раз-таки за то, что обещали больницу, а в итоге и цветочки, и теперь пенсионный фонд. Также форс-мажор не будет, простите, пожалуйста, на Романовке. У нас законы в России, что изначально можно пообещать храм людям, как сейчас. Если прописаны в проекте планировки объекты питания, то земельный участок будет предназначен только для объекта питания. Для того, чтобы изменить данное разрешенное использование, в этот проект планировки должны вноситься изменения, точно так же публиковаться публичное слушание, и через публичное слушание меняется проект планировки и меняется его разрешенное использование каждого земельного участка. Депутаты, уважаемые присутствующие, мне от имени лыжной общественности спортивно доверенно выступить перед вами, обозначить те проблемы, которые нас сегодня волнуют в связи с этим проектом планировки и наживания. Когда мы его увидели, мы увидели его неожиданно, конечно, все, кто был над шоком, наша в какой-то степени вина, мы, может, не следили, но тем не менее, мы увидели и поняли, вы на трассе приходит конец, потому что при том проекте, который уже был, сегодня трасса нанесена, вы ее видите, да? Она проходит по территории спортивного пола, как он обозначен, по территории кафе, привет, и местность, как он обозначен, по территории профитеатра, по территории теннисных портов. Мы эту трассу проходим с закрытыми глазами, в любую погоду, в дождь и в любую грозу пройдем. Мы не надо было нарисовать, чтобы представить. Мы это сразу поняли. Почему появилось закрытое письмо к вам? Почему предлагают большую кампу людей на публичное слушание? Сегодня я вам вопрос задам прямой. Что будет меняться? Перенос на местных портов и все? Капитально. В виде кафе, в виде площадки с дорогами, это все функционирует. Если кафе существует, к нему будут привезти продукты, вывезти мусор. Зимой там проходит лыжная трасса, по ней проехала машина, это песок, это камни, лыжи уничтожаются. Дети, которые с ней занимаются, почти сотни человек, плюс взрослые, которые занимаются тоже столько же, можно больше уже, и приходят все больше и больше, катаются, и прокат у нас работает. Все это может просто в один момент исчезнуть. Не существует ни в одном районе Ни в городском области трассы, лыжный, по которой проходят асфальтовые дорожки. Это все внизу на пределы города. Либо расположено так, что это территория парка, там нет никаких кафе внутри. Пожалуйста, по окружности. Есть прекрасная зона вверху. Виктор Эрдельф, отличная идея. И он застраивает, там можно делать все, что угодно. И летнюю площадку, и каток. Есть территория за рыбной базой. Есть территория, может быть, здесь сделать рощи и так далее. Там строить можно. Но сегодня, пожалуйста, в лыжный трасс, мы просим, что она была доминантной. Без возможности на нее просегательства. Чтобы мы понимали, зиму мы ее проложим, накатаем, проводим по ним любые соревнования. Наш район, благодаря администрации, благодаря депутатам, и федерации всем. Комитет по спорту проводит идеальное соревнование одни из лучших областей. Вот мы должны в этом быть уверены. Если там будут дороги, если там будут капитальные объекты, много раз будем выкручивать, подстраиваться под режим функционирования. Дети, взрослые, спортсмены просят вас только об одном. Чтобы любое решение, любой проект был таким, не мешать сбору. Возможности наложить одно на другое, чтобы летом территория максимально использовалась, зимой максимально использовалась. Но я уверяю вас, произвучало, что по лыжной трассе заедет автомобиль, вывозить мусор, или завозить у грош нам цена. Подождите, вы газопарк. Грош нам цена, грош нам цена, проектировщикам, администрации, и всем остальным. Если мы допустим такое, я не допущу. Вот просто не допущу 100 раз проверить и перестрахуясь с пациентами, с вами личность, о том, чтобы лыжная трасса пострадала. Под каждым словом подписываюсь. Мы сейчас дорабатываем документ, выносим его на общественное расслушение. Март какой марта? 17 марта. Выносим уже на общественное обсуждение, где вы придете, и вы увидите готовый продукт, который сегодня, да, нам пришлось еще потратить немного денег, сделать дополнительные съемки. И мы все дорожим. Но то, что вы говорите, чтобы лыжная трасса оставалась 12 месяцев, лыжная трасса, какого-нибудь. Надо учесть четко, чтобы лыжную трассу вы никак не затронули объектами. Объекты можно двигать. Трассу максимально, максимально, 99%. Ну, где-то укремся, вот, извините, я заслыл в рога. Ну, что-то сделаем, может быть. Но 99% или 100% она должна остаться в этих контур, чтобы они завязаны глазами продолжать кататься. В виде тех, как Александр Иванович мне дал слово, я дал посылу за лыжная трасса. Я не лыжник, я на горных лыжах уже хорошо катаюсь, но на беговых нет, вырос пискарка родной. Ну, не получилось. Но это весь спорно, занимаются наши дети. Я поддерживал Александра Спиррова, который за мной там ходил, несколько лет с биатлоном, со всеми делами. У нас есть планы продолжить эту лыжную трассу. Может быть, вы что-то про это слышали. У нас есть планы стрельбища делать. И этим занимаюсь. Но извините, глава администрации района толкает это своим горбом. А вы не приводите, заявляете, что мы бы лыжную трассу хоронили. Ну, давайте вот эту полемику оставим. Нет, давайте. Это не полемика. Было доверие мне в других вопросах. Я не подвел никого. Но оставьте эти вопросы в доверии. Предполагаемый проект неживания. Но когда мы дойдем до проекта неживания, когда будут ставиться точки... Если, по вашим словам, вопросов отчасти с партией администрации быть не может. Если так произойдет, половина обеспечивается, не нужно подставки. Так получилось не совсем хорошо, потому что проекты начали делать еще летом, когда лыжных трасс не было. И наши проектировщики, гуляя здесь по парку и изучая ситуацию, возможно, да, упустили этот момент. с лыжными трассами. Им и в голову не пришло, что трасса может проходить через пыль. Понимаете? И они решили, что вот эта вот зона, она вполне возможна для площадок. Вот эти дорожки обозначенные, они значатся как дорожки для верховой езды и бега. Я бы хотел спросить, как можно сочетать верховую езду, это значит лошадь, и конкретно бег, и сейчас прозвучало, что это для скандинавской ходьбы. Вот это я не понимаю. Хочу сказать, когда табу развелённых лошадей несется на гуляющих с колясками людей, это страшное зрелище. Я сам попадал в такое не раз. Это вот эта зона. Поэтому мы предполагали, что в зоне лошадей вот всю полную инфекция. Вот поэтому у меня сейчас сразу вопрос отпадает. Человек, который захочет там на хранение оставить своего лодку, он, например, захочет прийти и проверить её состояние, или может даже зимой приехать и забрать лодку, потому что он собрался где-то рыбачить, где ещё открытая вода. Значит, это уже машина приезжает. Значит, у нас уже лыжная трасса не существует. Это касательно лыжной трассы. И третий момент. То, что касается амфитеатра. Ещё в 2007 году, когда только образовалось муниципальное учреждение парк культуры и отдыха, у меня было предложение делать не амфитеатр, потому что у нас две площадки концертные образуются. Верхняя и нижняя. У нас не так много концертов. Не так они востребованы. А почему бы не сделать вот этот природный котлован большой, не сделать его зоной активного отдыха? Часто я ко мне вошёл и спрашиваю, где можно покататься на сноуборде. А нигде у нас в городе нельзя. Хотя и горки вроде есть, а кататься нет. То есть вот я прошу рассмотреть этот вариант. Нужно ли нам две сценические площадки? По рельефу, это, грубо говоря, района, по которой нельзя подготовить никаких выгодных. Это просто катание. А по асфальту и по тому же делу, это просто убийство. Детей туда на тренировки приводя, мы просто рискуем из здоровья. Особенно этот мост узкий через рельефу, который сделан кубстопом, сами мы делали, где сходятся и туда, и обратно две трассы, и на которой сталкиваются. И плюс ещё там катаются на велосипедах, и на мотороле прияты бывают машины залезают. Это опасное очень место. Я, честно говоря, будет мое горе, я бы закрыл этот объект и не разрешал там кататься. Но у нас другого нет, к сожалению. Почему и было предложение? Почему нельзя заасфальтировать старые дорожки в парке, которые асфальт был положен в 85-м году, восстановить это покрытие после того, как будет построен здание стадиона, чтобы уже тяжелотехника не ходила. И вам будут все благодарны. И отдыхающие, и тренирующиеся. А вы знаете, что, например, есть такое прекрасное место в подборожском районе Маберга. Там президент наш вот так вот получилось остановился, побывал там, там, как Виктор Иванович приводил пример, восстановленная деревня Русска. Президент туда приехал и слепил там горшок из глины. И что теперь с этой деревней? Она разбивается, понимаете? То есть, если мы сегодня делаем какую-то серьезную концептную площадку, как в той концепции, которая предусматривается, если там будут выступать интересные, сказать, и творческие коллективы, а может быть, и родится какой-то фестиваль, и конкурс, и так далее, и так далее. Ведь это же плюс горн тоже со всех сторон. Мы же говорим о... Собор Газахар, подожди, вас не перевивал. Мы же говорим о гармонической развивчивости. Сборн прекрасный, все поддерживают спорт. И глава администрации, и председатель совета депутатов тоже поддерживают спорт. Но вопрос в том, что кроме спорта еще есть другие. Это небольшая часть территории. Это вот что-то не связано с общественным питанием. Остановить все, привлечь бизнес для строительства биатлона или новой раздевалки для лыжников невозможно. Это мы должны входить в полное проект или желание искать программные решения. В регионы идти за деньгами, в Российскую Федерацию идти за деньгами. У нас таких примеров и есть. Успешно реализованы на территории Кемистр-Сарайзи. Сегодня парк Амаровка это у нас как назвать полуместный заповедник без юридического такого вот оформления. Сегодня без земли не строится. Поэтому, уважаемые кемисерцы, может быть, ну, давайте уж посерьезно, если что-то есть, выскажите, давайте заканчивайте эту полемию, Александр Иванович, позвольте, да? Вы закройте, если я не могу это делать. Но, но, но у нас с вами еще будет один этап обсуждений, который 17 марта будет. Мы постараемся, уверяю вас, времени так много за разом, сутками работы, постараемся все, что было сегодня, выставить, учесть в проекте переживания. И сделать так, что было все хорошо. Пляж надо привлекать сезонного такого инвестора, который мог бы там опилиться на 5 лет, допустим, ввести свою временную торговлю, убирать там все, чистить, сделать волейбольные площадки какие-то. Ну, что-то там, мы же каждый год выгребаем оттуда самосмаланный бутылок, ну, бутылок, каждый год выгребаем оттуда, целый год. Планируется ли для поля доступного посещения парка Романов строительство какого-либо пешеходного моста через реклубину со стороны школа 20? В общениях с высшим руководством 7-8 лет назад нам были данные обещания, что нас поддержим. Но проект сегодня лежит на горбу муниципалитета, только муниципалитета. И в силу разных причин нам не собрать проектного финансирования, потому что это не объект дорожной инфраструктуры, а если так назвать более доступно, это роскошь. За эту роскошь нам придется платить самим. Мы ждем решения этих вопросов. Мною сейчас как минимум дана команда пройти заново экспертизу, это не стоит больших денег, и разделить проект на три части, чтобы можно было так, как сегодня цельный проект, я хочу, чтобы все это услышали, нам трудно объявить процедуру торгов, не имея на то финансирования. Если мы разделим на три части, это основание моста, это сам мост, и подходы к мосту и его благоустройство, это три финансовых составляющие одного целого проекта. Мы попытаемся пойти по этому пути. Мы знаем прекрасно все депутаты кингисепции. Давайте я пример приведу. 20 лет как минимум мы мечтали о ледовой арене. 20 лет. Те вопросы, которые вы сегодня задавали, без инвесторов вы решили не могли. Поэтому вот это надо понимать. Я всем благодарен и представителям спортивной общественности, и представителям просто общественности, гражданскому ученику, кингисепсу, что вы пришли сегодня на этот депутатский час. Я думаю, что все то, что мы сегодня обсудили, вы сегодня пойдете и расскажете кингисепцам о том понимании, которое сегодня есть у администрации, у Совета депутатов. Депутатский час, посвященный парку Романовка, объявляю закрытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова